всем привет Blender 2.8 и погнали дальше изучать эту программу как здесь что происходит а в будущем уже будем делать когда пройдем вот эти вот мелочевки все именно сочетание клавиш как это происходит зеркалка ребра грани bevel и потом уже будем делать полноценные модели уже может даже доберемся до анимации погнали отключаем вот эту заставку левая кнопка мыши щелчок на свободном поле ну и давайте по кубу разберемся что да как сначала давайте рассмотрим именно зеркалку как вот ориентировать куб это есть в нанпаде опять же повторюсь нанпад это типа с правой стороны с правой с правой руки клавиатуры одни цифры идут вот это идет нампад 0 1 2 типа как калькулятор если вы будете нажимать допустим единицу двойку тройку четверку пятерку вы видите как меняется ориентация куба вот и можете так его переворачивать так с ним работать вот такая штука получается также зажатым колесиком можете его крутить вертеть вот так тоже получается его ориентировать переключили давайте включим move и перетащим куб в любую сторону левую правую без разницы найдем гаечный ключ и добавим модификатор мира нажимаем y вы видите что ничего не происходит нажимаем комбинацию альт а и жмем так локация вы видите что стало два куба это называется зеркальное отражение дублирование как вот такая штука опять же давайте еще раз по-другому рассмотрим что такое мир ctrl z ctrl z это возврат на шаг назад а ctrl shift z на шаг вперед передвигаетесь по вашей работе шаг вперед шаг назад потому что вы сделали теперь допустим вот у нас есть куб давайте теперь с ним немножко разберем зеркалку переключимся в edit mode и добавим вот так вот перетащим панель чтобы более сгруппировать ее появляется стрелка когда вы наводите на бок туда сюда и можете передвигать выберем теперь loop cut и добавим вот эти грани опять же вот эти точки это вершины это грани а вот это полигон сам квадрат одна вот этот это называется полигон и и получается мы добавляем вершины вот эти делим куб пополам следом что можно сделать переключаемся на клавишу face select вверху здесь и включаем show x-ray теперь можно левой кнопкой мыши полностью выделить пол куба вот вы видите что он выделился и теперь комбинация x не комбинация клавиша x и нажимаем faces вы видите что пол куба исчезла теперь мы опять же заходим в контекст modifiers добавляем модификатор mirror и переключаемся на ось y вы видите что появилась еще сторона которую мы удалили x отключаем и попробуем теперь переключимся на vertex select выделим вот эти вершины середину жмем английскую так вот можно выделить все и переключаемся на move вот так отодвигая влево вправо поднимаясь вот так вот вверх вы видите что вершины как ходят вот такая получается штукенция повторюсь от себя вытягивает в левую сторону вот так а здесь вот получается вот так вот мы обрезается как бы и как теперь склеить вот эти две части да чтобы они не двигались здесь есть клиппинг вот это клавиша где нужно поставить галочку и теперь вы будете тянуть влево вправо вы видите что только будет подниматься к верху все куб склеим так это вот такая штукенция так опять же давайте на примере куба разберем еще что можно делать следом давайте рассмотрим как сделать закруглять углы на кубе переключимся в edit mode левая кнопка снимем выделение с куба и нажимаем левой кнопкой вот на эти вершины на одну вершину нажали зажимаем shift и жмем на второй вершине выделяем вот эту грань рядом колесиком можно вот так чуть развернуть и нажать комбинацию control b теперь вы будете вести и вы видите что у вас обрезается угол если вы покрутите колесико то вы добавите вот такое закругление то же самое можно производить с любым углом давайте рассмотрим теперь как закруглить угол поменьше да опять же выбрана у нас вершины вершины и одна грань опять же нажимаем control b и вот уводим в бок и можно меньше угол закруглять больше вот вот таким вот образом вот закруглен у нас угол так вот так вот надо поставить выделяем полигон отключим show x-ray выделим полигон и нажмем и вот уменьшаем и получается вот такая область у нас получается следом можно нажать е и все это дело экстрадировать вот получается вот такая прикольная штука следом опять же выделяем полигон жмем букву и английскую и вот так вот уменьшаем опять же этот полигон нажимаем и и вот так еще уменьшаем можно переключиться теперь на бока на бока выделенные вот эти и нажать shift зажать и все их повыделять вот так вот опять нажимаем клавишу е и все это экстрадируем кверху вот такая прикольная штука также можно добавлять ребра вот допустим вот на это на этот куб зажимаете на боку и можно перетягивать вот это ребро делать так как вам надо ставить ее на то место где оно будет вам нужно вот такую штуку можно сделать и вот так это все дело поделить этот полигон на этот нажимаем удерживая shift вот так они выделились жмем е и вытягиваем получается у нас здесь нету вот именно ребер лупов что делаем переключаемся опять на луп кут набираем выделяем ребро и по ребру ведем именно толщину какая нам нужна ставим вот этот луп то же самое можно проделать здесь вот таким вот образом переключаемся на select box переключаемся на face select выделяем вот эти вот полигоны жмем shift зажимаем и выделяем вот такую штукенцию следом жмем е и вот так вот перетягиваем вы видите что здесь деление есть вот так вот значит нужно его добавить опять же выделяем ctrl z смотрим на вершину и по вершине вот так вот можно обрезать вот теперь однообразно получается вот такая конструкция можно также добавлять все это дело здесь и здесь переключиться на select box и выделить опять же полигоны переключившись вот на эту клавишу face select выделяем два нажимаем теперь и уменьшаем жмем е английскую и поднимаем кверху вот такая штукенция можно также опять же используя вот эти вот клавиши закрутить вот эту модельку вот таким вот образом полигоны закручены вот в такую дугу ну теперь давайте разберем именно вот это все дело удалим найдем файл new general не сохранять cube удаляем delete на клавиатуре или допустим комбинация нажимаете на z и удаляете добавим теперь add mesh и добавим план вот такая штукенция получилась как план перекручивать переключаемся в object мод переключаемся на ротацию используем non-pad выравниваем все это нажимаем двойку и вот так все это дело можно перекрутить нажимаем select box нажимаем control R крутим колесико и вот делим вот эту площадь на количество полигонов вот вот так щелчок левой кнопкой мыши выравниваем как нам надо вот таким вот образом ну и эту часть тоже поделим опять же нажимаем комбинацию control R крутим колесико и вот так все это дело подразделяем переключаемся теперь на вершины снимаем выделение и левая кнопка мыши выделяем вот эти вот вершины вот так полигоны вот эти вот именно следом нажимаем комбинацию control shift B английская и вот тянем на себя вот такую вот штуку вот вы видите как она подразделяется на квадратике а если крутим колесико то вот происходит вот такое вот деление вот такая получается штука можем уменьшить ее и жмем левой кнопкой мыши все это вот теперь применилось если правой кнопкой нажимаете то это отказ от действия вот появилась клавиша вот здесь Bevel мы нажимаем на нее и можем уменьшить здесь вот показания вы видите что вот они кубы вот они круги если будем прибавлять дальше то уже вот такая штука может быть или вот пусть будут кубы выделяем их опять же и давайте экстрадируем нажимаем Е и можем вглубь их увести и вот эти части вот эти части можем их удалить чтобы удалить вот эти вот части которые выделены вершины ребра грани полигоны давайте давайте нажмем x и нажмем ну faces вот все это дело удалилось получилась вот такая сетка и что можно сделать можно зайти в модификатор модификатор допустим subdivision surface и все это дело вот так вот сгладить опять же выделим полигоны вернемся вот где мы их выделили и опять жмем ctrl shift b и вот так вот уменьшаем вот делаем поменьше следом опять заходим появляется такая вкладка bevel и прибавим теперь их вот до кругов левая кнопка мыши ctrl z вернемся на выделение и экстрадируем давайте их опять нажимаем е все можно их кстати сюда можно сюда выделять и опять же удалим нажимаем x и жмем faces удалим вот эти части ну и опять попробуем модификатор subdivision surface добавим полигруппы вот такая штука получается переключимся теперь в object mode вот получаются вот такие вот штукенции тоже ну если вот сзади теперь вот так вот допустим обрезать то получится ну решетка допустим на вытяжку на здании или на комнату куда-нибудь ну как вариант конечно так еще раз давайте теперь файл это не это не нужно пока на клавиатуре нажимаем и заходим в и план нажмем вот так опять его давайте перекрутим вот так перекрутили установили что-то мне не нравится это гизму крутит она криво что-то переключаемся на нампаде вот так находим эту ось и опять гизму и немножко подкрутим вот таким вот образом вроде установилась ну и что можно теперь как вот работать именно с планом вот этим давайте разберемся переключимся на домов и выделим чтобы включены были вершины вертекс select сбросим выделение нажимаем на вершину вот так и можем ее вот так вот корректировать вытягивать или вот так вот за середину за этот круг перетягивать куда нам надо также можно переключиться на низ и низ подкорректировать если вдруг моделируете какое-то тело допустим там животного или человека или еще что-нибудь нужно вот так проработать все это дело следом что можно сделать переключаемся на select box сбрасываем выделение переключаемся на вершину зажимаем shift и жмем на другую вершину следом жмем control и щелчок на свободном поле переключаемся опять на move и вот вы видите что она продублировалась и можем теперь дальше отводить ее так следом опять можем выбрать только теперь edge select тут этот грани и нажимаем на грань можем ее вот так вот выделить просто и зажимаем опять control и правая кнопка мыши щелчок переключаемся на move и повторяем вот это все дело моделирование но вы видите что то что промоделировалась она узкая тонкая да переключимся теперь на select box выделим всю вот эту модель и нажимаем E и экстрадируем ее вот так вот уже может получиться заготовка какого нибудь тела может быть даже слона или волка если вот так все это дело промоделировать снимаем выделение и если нам нужно сделать допустим ноги выбираем вот эту вот функцию loop good и делим на лупы вот эту вот часть следом переключаемся на полигоны вот на эту фейсселект выделяем один полигон зажимаем shift и выделяем все полигоны э уменьшаем уменьшаем колесиком крутим и следом E экстрадируем вот уже прикольный какой-нибудь может быть жираф давайте еще голому ему выкинем опять же выделяем полигон и опять же E вот так следом можно включить допустим MOV и попробовать все это дело наклонить вперед вот таким вот образом уже получается можно добавить голову хвост и будет такой необычный персонаж уже потом его можно с этой стороны используя опять же MOV и вершины переключиться на вершины выделяем вершину и вот так вот можем подвигать корректировать вот так вот все это дело расширять вот здесь вот так вот здесь вот так вот если выделим несколько вершин опять же зажатая shift вот эти вот включим включим MOV и сможем все это дело вот так вот увести вот так вот оттянуть или приблизить ближе вот такая штука получается а если включим Gizmo то можем немножко здесь вот вот таким образом все подкорректировать ну еще раз давайте попробуем выделить вот эти вершины задние нажать ctrl b и вот так это дело все срезать или вот так все это дело колесиком закрутить вот таким вот образом левая кнопка мыши нажимаем и вот у нас уже зад округлен эту часть можно поправить вытянуть просто я Gizmo ее перетянул не в ту сторону но это не беда просто сама система вот так вот можно делать уже простеньких персонажей также здесь есть вот эти вот клавиши закругления вот вы можете выкрутку делать ну вершины какой-нибудь вот таким образом все это дело происходит или допустим если выбрать вот эту вот часть вот этот значок то можете добавлять именно толщину опять же выделив допустим полигон вот так и тянете вы видите что вот он деформируется поднимается кверху вверх опускай вверх опускается низ поднимается вот такая может быть манипуляция еще также можно рисовать вертекс вот эти как вы хотите и нажимаете enter вот выделился вот этот участок следом переключаемся выделяем левой кнопкой мыши вот эти полигоны shift зажатая и опять же все это дело с помощью E можно экстрадировать вот такая необычная штукенция может получаться если вам деталь какую-то надо необычную то можно вот рисовать вот этой вот knife knife ну и в принципе еще можно использовать вот уже готовую штуку вот она тоже вот так вот подразделяет вытягивает делит и следом можно нажать E и вот так вот вытянуть вот такая прикольная штука ну вроде все что хотел рассмотреть в этом ролике рассмотрено все всем пока в следующем ролике еще рассмотрим какие здесь есть манипуляции и потом уже пойдем делать простейшего персонажа и будем усложнять 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 уже по ходу действия все всем пока